Приветствую вас, и первое, чего бы мне хотелось начать, это спросить, а, собственно говоря, что такого делал плохого ваш мужчина, что вы от него ушли? Исходя из контекста вашего сообщения, можно предположить, что имело место измена или предательство или еще какое-нибудь оскорбительное поведение за страну молодого человека по отношению к вам, и это вам не понравилось, и вы от него ушли. То есть, а произошло нечто, что вас оттолкнуло, и начать, ну, не с того, а разбор вашей проблемы, чтобы определить, а вот, молодой человек, как относится к тому, что он вас обидел, как он относится к тому, что он сделал, сожалеет он на данный момент сейчас об этом или нет, потому что, если не сожалеет, то это повторится вновь, то, что он вас сделал, ведь он не осознал негативного аспекта своего поступка, и вследствие этого эта ситуация может повториться, даже если вы к нему вернетесь, и вам нужно себя спросить, готовы ли вы к этому. Следующий момент, о котором мне бы хотелось сказать, заключается в том, что вот вы от него ушли, как вы пишете, расстались, и это было по вашей инициативе, то есть, вы расстались по тому, что вам казалось, что это единственный выход из положения. Хорошо, но сейчас вы хотите его вернуть. Давайте подумаем. Как соотносится у вас с желанием расстаться, с желанием его вернуть? И с вашего письма это не очень, к сожалению, понятно, потому что вы вроде бы как расстались, застались с ним по какой-то причине, а теперь вы хотите его вернуть. То есть, что-то вас подвигло на то, чтобы вновь переориентироваться на сближение с ним. Что это? Ваши собственные желания? Или что-то еще? Если имеет место ваше собственное желание, то какова их природа? Это тоже очень важный момент. Если природа ваших желаний носит личный характер, то можно и нужно говорить о том, что у вас личная заинтересованность, чтобы вернуть мужчину, и как следствие, любовная зависимость от него. Зависимость не то, что может снести вам нечто хорошее. Зависимость не то, что даст вам какой-либо позитив, даст вам счастье. Зависимость, к сожалению, принесет вам один личный негатив и нет свободы. В случае, если у вас действительно есть заинтересованность, то нужно проработать ее причины, проработать все ее детали, ее аспекты, с тем, чтобы освободить вас от нее, а свои желания, которые у вас есть, удовлетворять не через молодого человека, не через него, а как бы напрямую. Тем самым вы сможете посмотреть на нужность мужчины вам немножко более непринужденно, немножко более свободно, что и поможет вам ответить на вопрос, а нужен ли он вам, а сколько он вам нужен. Вот примерно так можно ответить на тот запрос, который у вас прозвучал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.